Здравствуйте, Фёдор Филиппович! Здравствуйте! Тут были конющие, стояли сараи. А дом этот, это распорядитель конового извоза. Построен дом 1800, там есть табличка 1895 года. Это очень интересное место. Ну я конюхов. Конюши расформировали, убрали, а где? Я пошеприваюсь, конюши. А это водка, на которой я в Тихо-Тян переплыл. Это там вот, какая-то там. Здесь продукты, здесь я сидел и говорю, 160 дней, я наверху. Вот у тебя завесла, вот она. Это вот, я пишу книги, пишу... И что, прямо во время вот эти стопы? Да? Можешь подняться сюда, если можно. Глядь, глядь! Ну пойдем, пойдем! Мама дорогая! Еще выше поднимайте. Я держу. Я понимаю, что это нужно. Нет, ну я летел, шар большой. Шар большой, но все равно. Вот у нас темка-то хорошая. Вот вы сами навели. Мастер Маргарита, как вы относитесь? Вот к тому, что Булгаков написал, никакие отторжения нет? Или все-таки там, все-таки Воланд, Ешуа? Ну, нет, ну я, видите, да, я священник. Ну вот это и говорю, да. Но я же художник еще, я же художник. Потом я, ну, я литературу читаю, да. Есть такие вещи, которые... Вот я сейчас как раз с Федором Бодрячковым очень такой напряженный. Он же хочет обо мне фильм снимать. А он мне говорил? Да, да. Но я же побаиваюсь, его побаиваюсь. Почему? Ну, потому что он может такое вставить, ну, как вот даже в «Девятой роте». Не-не-не. Там немножко, да, там немножко, да, такое, понимаете, вот даже как «Девятая рота». Он же хороший фильм. Ну, там вот где эта девчонка, вот он переборщил. Я уже не могу пойти с внуком посмотреть там. Я думаю, есть такие, которые надо не заигрываться, понимаешь, не заигрываться. А должна быть правда в жизни? Что такое искусство? Искусство – никогда правды в жизни не может быть. Только Господь Бог правду делает. Картины пишу – это я не правду пишу. Искусство. Искусство. Фильм – это искусство. Театр – это искусство. А когда человек приходит и говорит, вот, там нарисовал непохоже, или ты мне нарисуй жену, чтобы она была похожа. Это как этому Павлу Пикассо. Я его очень люблю, потому что я учился в Париже. Я его чем уважаю, что вот Пикассо, что такое? Вот, у меня 3000 картин где-то примерно. 3000 картин. У меня 67 лет. Это уже много. Ну, что такое 3000 картин за 67 лет? У Пикассо все в тысячах. До сих пор не могут пересчитать, сколько он создал. из культуры в тысячи, графика в тысячи. Не могут посчитать. И говорят так, что если человек сейчас дать ему бумагу, там, или холст, и он будет просто так мазать, ну, черкать, то ему не хватит жизни. А Пикассо жил 92 года. Ну, он жил, потом бах, и умер. 92 года, но он же не только писал искусство. Он занимался такой общественной день. Ну, у него бурная жизнь. И сколько написал, что когда смотрим, как человек смог спрессовать. Как он мог сделать, что спрессовать. Понимаешь, время спрессовать. Раньше я всегда говорил, что вот не хватает времени, там, время быстро бежит. А сейчас я понял, что время для каждого человека дано. И один человек может растягивать время, другой может терять его или просто. А вот спрессовать, спрессовать время, и само время начинает работать на тебя, вот сколько тебе надо. И оно тебе дает. — Да, я согласен. Когда говорят, что после 50-ти время бежит гораздо быстрее. У меня такое ощущение, что оно действительно бежит быстрее. — После 50-ти я бы сейчас никогда не променял свое, пускай 20 или 30 лет. Ну что такое, это пустое время. Сейчас каждое время, оно сбитое. Я захожу в метро, я чувствую ритм Москвы. Я очень люблю Москву, потому что Москва — это все. Тут можно тысячи друзей, тысячи врагов. Любые проекты поднять, понимаешь? Даже сейчас я приезжаю. Ну я раз в эту году всегда езжу в Париж. У меня жена там преподавала. И мы любим. Ну сейчас Париж не тот, как раньше. Кофе пили. И там запах по всем. В Париже шел. Ну это там 30 лет назад, да. Сейчас, конечно, уже приезжаем, там так не пахнет. Но все равно. Но все равно Москва, она более динамичная, понимаешь? Более динамичная. И когда ты спускаешься в метро, я вот скажу, ночью — это одно. Утром, когда едут рабочие, это одно. Лица. Ну а для меня это как раз образы. Там еду после восьми. Едут все эти, ну, в белых рубашках, молодые парни, девчонки. Это другое. Также вечером, когда вообще поздно едешь, там с театра еду. И вот это время, когда ты едешь в метро, ты не теряешь время. Ты не теряешь время. Понимаешь? Это очень важно. Слушай, а вот про искусство. Вот для вас есть какой-то вот образец, как это, чистейшей прелести, чистейший образец? Вот что-то, картина какая-то? Ну конечно. Я столбенел перед Моной Лизой в свое время. Нет, ну конечно, конечно. И я не очень разбираюсь в живописи, но я просто как в копанном стоял. Нет, это правильно. А у вас есть какие-то вот такие? Ну конечно. Ну и тех же художников. Я люблю уже художников. И, ну, пускай, тоже как и Николая Константиновича Рериха. А вы хотели тайную загадку его разгадать? Нет, ну я, да. Меня, пускай, священник говорит, как ты можешь Рериха... А я им говорю, кто может против сказать Николая Константиновича Рериха как о художнике? Вот мы приехали, я сбыл два раза на Эвересте. Я сбыл со стороны Китая с севера налицо. Эвереста, Нордфейс. И со стороны Непала, ну, Гималайя. Я же был и с той стороны, и с той стороны. Поднимался, да. И это... Там, наоборот, приезжаешь, вот что мне... Мы приезжаем, альпинисты, смотрим, говорю, о, как Рерих. Как у Рериха. Он так передал Гималайя. Вот я тоже это пишу, как раз. Это на пути к Эвересту такие вот горы. Да. А еще не закончена работа, да. Что ты можешь сказать против Николая Константиновича как о художнике? Ничего. Сильный художник, правильно? Ну, я согласен. Что ты можешь сказать против него как о путешественнике, конечно. А когда мне начинать говорить о его философии... А я говорю, то я философию, во-первых, ее не знаю. Потом мне она и неинтересна. А потом я всегда понимаю, что... И всем говорю, вот если бы вы прожили лет 15-20 в Индии, в Гималаях, не общаться ни с кем, то сейчас интернет, телевизор, он же жил там. Конечно, он там намешал и православие, и буддизм, и индуизм там намешал. Потому что он сидел в закрытом. И понятно, что он не выезжал же, он же не приезжал потом в Россию. А какая у него загадка была? Нет, он же искал Шамбала. Да, да, да. Некоторые даже говорят, что он нашел ее. Ну, да. Вот я сейчас был вот и на Алтае, как раз. И то, приезжаешь на Алтай и смотришь, и все как будто в Рериху. А вот если возвращаться к фильму, вот, предположим, будут снимать фильм, и вас спросят, какие три момента из вашей жизни вы обязательно должны упомянуть? Ну, видишь, я бы и не сказал. У меня жизнь очень легкая такая, если поправить сказать. Я здесь, я знаю, кем я буду. Ну, как здесь? С какого возраста? Ну, я с 8 лет. С 8 лет уже знал, что буду путешественником. Мой папа рыбак, а его дедушка, его, то есть мой дедушка, конюха Михаила Петровича, он участвовал в экспедиции Георгия Яковседова, нашего русского путешественника, в 1901 году. Они ушли на Новую Землю, Новую Землю, исследовать Новую Землю, наносить на карту. У меня идут вот этюды, я потом могу показать, Новую Землю в 1979 году. Я жил на Новой Земле, там, и рисовал. А дедушка мой был по морю, и Георгий Яковседов взял его в эту экспедицию. Он кто был? Не, он рыбак был. И дед, да? Да. Норвезцы обратились к нашему царю молодому, Николаю II, и начали просить, чтобы Новую Землю, представляю, где Новая Земля, отдали Норвезцам. А Николай II, молодой еще был император, он, прежде чем рассматривать этот вопрос, нужно было хорошо нанести на карту. На карту было, но не особенно так. И он послал вот эту экспедицию судна Пахтусов и Георгия Яковседова, молодого, для картографии. Шли вдоль берега, и Георгий Яковседов наносил на карту, а мой дедушка со своими, можно сказать, коллегами, друзьями, рыбаками занимались гребом. А когда Георгий Яковседов пошел в свою трагическую экспедицию, где погиб, скажем так, в 2014 году, в 2012 году, в 2014 году, ну, к Северному полюсу он хотел достичь, достичь Северный полюс, дедушка с ним пошел, хотя он, так у меня дедушка, он приглашал его, а дедушка не пошел из-за чего, потому что, как говорится, по семейным обстоятельствам уже дедушка женился, уже у него пошли дети, и дедушка хотел, чтобы я достиг Северного полюса. Про Георгия Яковседова рассказывал и говорит, ты должен достичь Северного поля. И я уже в школу ходил, я уже знал, что я буду как Георгий Яковседов. То есть это у вас оттуда, вот там решение было? Да, и там решение я взял. То есть в 8-летнем возрасте вы приняли решение судьбоносное решение? А что я пойду, я приходил в класс, я в рыбацкой деревне вырос, ну, в селе таком. А я приходил, и все говорят, я буду как седом, там, это, на лыжах. Слушай, все равно, а ты расскажите, а вот истоки, я правда не понимаю, ну вот я думал, вот вы уходите там в путешествие, в экспедиции, да, человек исключает себя из мира, да, ну такого, да, уходит. Ну я ухожу в другой же мир. Да, но вот это что такое? Ну это сознательный уход, я сначала думал, да, но в 8 лет человек не может принять решение в сознательный уход в одиночество, правда? Нет, тогда я еще не думал об одиночестве, нет, тогда я думал только об экспедиции. Просто интерес, да, вот этот пацанский, да. А когда я начал расти, я понял, а что такое Северный полюс? Тогда как достичь Северный полюс? А с чего и как? Даже найти Северный полюс, это же сложно найти, это же математическая точка. Ну, сейчас понятно, сейчас GPS, а тогда не было. И я тогда 8 классов, мы же учились в 8 классов, и я после 8 уехал как раз в Одесское мореходное училище. Ну, мои друзья ехали. То есть сначала в детстве это была романтика, да? Да, да. А потом начать выбирать, как найти Северный полюс. Понятно, что надо быть штурманом, надо быть штурманом. Но все равно по рельсам шли уже по этим? Никуда не сворачивали? Нет, конечно, никогда. Я пошел в мореходное училище, закончил его и стал судоводителем. А когда я закончил мореходку, этот, Одесского, понял, ну, я стал штурманом, а дальше как? А как добраться до Северного полюса, что? И тогда я принимаю решение, уезжая в Санкт-Петербург, тогда Ленинград был, и Ленинградское артистское училище, это она механика, на полярной станции. И я, как раз, чтобы уже ближе к полюсу узнавать, да. А мне все говорили, а что такое дойти до Северного полюса? Надо кем-то быть. Вот что такое? Мало что я захотел... Ну, быть или ученым, правильно? И что ты принесешь? Ну, ты же не должен болтаться по миру. Я не люблю, когда ко мне приходят и говорят, а я хочу тоже быть... А я просто хочу так мир смотреть. Нет, должна быть цель. Ты должен быть или фильм снимать, или музыку писать, или книги писать, или стихи, или картины. Соответственно... Ну, а цель какая? Вы же все время перепрыгиваете. Вы делаете одно, потом делаете второе. А ну, потому что цель же ставится. А я сейчас, вот, я ходил шесть раз вокруг мыса Горн, шесть раз, и вот сейчас пойду на Веселновском, и думаю, вот почему к мысу Горн? Я, ну, знаете, про Лидрейка, между Антарктидой... Ну, не так, чтобы прям уже... Ну, мы же Антарктиду и Чили, да. Это кладбище кораблей, это где ураганы ветра, ревущие сороковые, там, Нью-150-е, то самое сложное, как яхтсмены французские говорят, говорить, пройти мыс Горн на яхте в одиночку, это равносильно, как подняться на Эверест и добавлять без кислорода. Я, конечно, так не скажу, я ходил через мыс Горн в одиночку, ну, я с командой ходил, в одиночку ходил, и ходил на Эверест, я знаю, что нельзя так говорить, потому что если сказать так, обидеть Эверест. Если сказать, что на Эверест сложнее, чем на Северном полюсе, обидеть Северном полюсе, если сказать, что Северный полюс сложнее, чем Южный... То есть у вас такие даже отношения с ними? Да, ну, конечно. Вы с ними уважительны к Северному полюсу и... Да, ну, конечно. Вот у меня же очень тяжело доставался Южный полюс. И вот у меня было все. Я побывал на Эвересте, я побывал в Мысогорном, прошел на Северном поле, и я не могу заснуть. У меня вот раздрай, именно раздрай такой был, можно сказать, психический и моральный. Я не чувствую Земли. Вот я чувствую Северную полюс, Эверест. Это очень важно. Когда ты поднялся на Эверест, встал, и ты уже знаешь, что ничего выше на этой планете нету. Ничего выше нету. И что это за ощущение? Это жуть или что это? Нет, это даже на Северном поле. Когда пришел, тебе должно быть математически, ты знаешь, что ты стоишь в точке Северного полюса. Ну, точке. Ну, это какой-то восторг. Нет, ну там все, и там есть и восторг, и то. Но это очень сложно сказать, потому что это надо пережить. И когда я пошел на Южный полюс, это было самое сложное в организации, я бы сказал. В организации очень было сложно достичь Южного полюса. И когда я пришел на Южный полюс, там же американская станция, Амсона Скотта стоит, а я от побережья шел, шел 56 дней, 350 километров. Когда пришел, и только американцы не пускают себя на станцию, и у меня на аэродроме, за аэродромом стоит, там аэродром такой же, и стоит палатка. Я пришел в палатку, и как только лег спать, и я почувствовал, что вращается земля. Да ладно. Все. Вот она вращается земля. И знаете, стало комфортно жить на этой земле. Вот стало комфортно. Я чувствую ее, понимаете? И все, у меня нервы успокоились, я стал успокоен, я стал добрый, я стал, как говорится, хорошим семьянином, я стал хорошим отцом, потом дедушкой. Федор Георгиевич, знаете, к чему, Владимир? То есть, получается, у вас нет, тоже может создаться впечатление, что есть какой-то момент сознательного ухода в одиночество. Нет, нет. Вы другие совершенно цели преследуете, да? Нет, нет, нет. Я очень люблю людей, если то сказать. Нет, ну слушайте, одиночество — это хорошее качество. Я очень, наоборот, через одиночество, одиночество — это цель. Но это долго рассказывать, почему я стал в одиночку ходить, это другая цель, это другое познание, не духовное, а даже и не физическое. Профессионально. А когда ты одиночка, ты должен уметь всё делать. Быть и поваром, быть вот на яхте там и парусником, и шкотовым, и штурманом, и радистом, и сейчас и компьютерщиком, и механиком. Я не говорю, а… Но вы же создательно пошли на это? Вы же ходили в одиночку? Нет, так я специально об этом… Не в одиночку? Конечно. Ну а одиночку — это потому что, как бы, отвечаешь только ты сам за себя и всё, да? Ну а это уже да, это уже когда… Вот смотрите, вот сейчас я готовлюсь там полететь вокруг света два оборота. И я, Олег Евгеньевич, вас приглашаю. Спасибо. Да. Но я приглашаю. Вы можете согласиться уже. В том числе, конечно, вместе лететь нам будет легче. По очереди будем вести шаг. Но в том числе… Это здорово, как вы себе это представляете. Да. Но ответственность большая. Я тебе скажу, да. Смотрите, ответственность большая. В каком смысле? Чтоб не случилось там или успех, или поражение, или там, не дай Бог, что-то больше. Потому что это уже моя идея, мои планы, моя цель. И я, конечно, за ней отвечаю. Мы когда шли к Северному полюсу в 1989 году, и Саша Рыбаков погиб на пути к Северному полюсу. Да, у меня прямо на руках он погиб. И я тогда еще мы задумывал, а стоит ли Северный полюс или Верест человеческой жизни? Конечно, не стоит. Конечно, не стоит. Человеческая жизнь выше всего. И когда я вот сейчас ставлю, пускай, цели погружения, пускай, в Марианскую упадину, конечно, это опасно. Но это моя цель. Моя мечта, мои амбиции, моя тщеславие, мое любопытство, мое обознательство. Это не главенствующее, но какая-то задача есть. Нет, мы не главенствующее, а без этого невозможно. И потом, как, тут даже и патриотизм тоже. Я священник, но я бой в 6 часов поднялся, смотрел. Да, вот в Лас-Вехасе, да. Моя сын поднял, да, поднял им. Почему? Я не сторонник, чтоб сам там бить кому-то, но он же защищал наш флаг, нашу страну. Правильно? Ну, правильно. Я патриот. Ну, как, когда у нас проиграли, пускай в футбол, я расстроился. Ну, это спорт, это боление. Это боление. Это боление такое, да? Да, я расстроился. Но вы разве не человек мира? Нет, нет. Ну, все равно, вы правильно говорите, я человек мира, но все-таки… Но рожденный все-таки… Рожденный, я все-таки русский. Да, все-таки русский. Это и есть спорт, правильно? Я же не могу болеть за всех. Да. Я уважаю и канадцев, и американцев. Ну, я все-таки болею за нашу страну. Слушайте, а вот смотрите, вы сказали где-то, что океан на сегодняшний день исследован, ну, на 5%, на 4-5%. Нет, это говорят, что 3-5%. Нет, в интернете… Да, да. Я сам понимаю, что это тайна такая… Да, нет, да. А что вы там хотите увидеть? Что… Что там… Не просто спортивный репорт побить? Что мы в океане вообще… Когда я плывал на всем лодке, вот почему там 15-20 сантиметров воды, мы даже и на метры не изучили океана. Ну, а даже мы не знаем, что такое вода, как говорится, мы не знаем, что такое воздух, мы не знаем, что такое наша планета вообще… А дано человеку вообще это узнать? Нет, я думаю, что оно дано, как сказано в Святом Писании, Господь Бог создал человека по образу и подобию из себя, и человек идет к разгадке божественной. Ну, пускай науку мы познаем, 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 и потихонечку мы идем. Но на это, сколько человек не будет жить на земном шаре, сколько он будет делать открытий, любых открытий, и науку, и географические открытия, и в искусстве. Смотри, на земном шаре сколько уже написано картин, а зачем писать книги, а зачем писать сценарии, там же театр, я хожу, ну, пускай даже от Чехова там «Вишневый сад», правильно? Ну, это же ставили выпуск и в 20-х годах, и в 30-х, и в 40-х, но мы же хотим и сейчас видеть, как и сейчас играют, правильно? Как и сейчас. Это до бесконечности. Это тема, можно сказать, вечная. Сколько человек будет жить на земном шаре, сколько будет открытий, и наушник, и в искусстве в том числе. То есть, Марианская впадина для этого, да? А вы должны там что-то увидеть? Нет, ну, знаете, если тут сказать, мы сейчас начали вот с Артура Николаевича Ленгарова, мы же эту тему поднимаем, мы сейчас уже, можно сказать, отказываемся и стараемся не говорить, что мы будем впервые, потому что впервые погрузились в Марианскую впадину в 1957-59 год. Вот наш корабль «Витязь» научно-исследовательский, советский, он исследовал, и он измерил Марианскую впадину в 1959 году. В 1960 году Триеста вместе Пикаро и Олша, американец, погрузились на Триесте, они сели там на плату 10 тысяч 800, а там дальше идет такая трещина. Они, конечно, сели на плату, посидели, пофотографировали и сплыли. И смотрите, как мы отстали, 21 век уже начался, и только в 2012 году кинорежиссер Джимс Кэмерон погружается в Марианскую впадину в одиночку, погружается в одиночку. У нас привезли грунт с Луны, а с Марианской впадине ничего не достали, никакого грунта. А для ученых очень интересно, там это две тетанические плиты так вот сходятся, и почему? Они очень быстро движутся, быстро. Они за год движение тетаническое по 12 сантиметров, за год продвигаются. И надо достать грунт с одной плиты, ну, взять камень, так, чтобы всем понятно, и с другой плиты. Они между собой, примерно трещина, 5 миль. Примерно там, пускай, 8 километров. Вот Джимс Кэмерон хотел Се, зашел, у него бортовый двигатель, включить, и подойти к одному, у него робот такой, ну, рука эта, и взять пробы, и подойти к другому. Но он прошел всего полторы мили, ну, пускай, там, 3 километра, меньше, чем 3 километра, прошел, и у него двигатель бортовый сломались. И он 2 часа просидел, пофотографировал, поснимал, и он эту задачу не убил. Сейчас... И он за экспедицию, кто же ему готовил экспедицию? Сам он готовил. И что же он так приготовил? Ну, там на такой глубине, понятно, что, говорится... Ну, все не предусмотрено. Вот у конструктора его рассказывает, почему он сколько устроил, он 7 лет строил эту батискапу и не предусмотрел там отход. А конструктор говорит, что по всей вероятности, и мы, говорит, знаем, он там был, когда Джимс Кэмерон погружался, произошел удар. Его где-то на пяти, на шести, там, на семи тысячах произошел какой-то удар. И ему повредили вот это, у него рука такая шла, и ему сломало эту руку. Все говорят, что это или гигантская медуза, или гигантский кальмар, или спрут, да, или спрут, что света, у него уже света было много. И на свет удар. Ну, а Джимс Кэмерон сейчас молчит, потому что, вот, ну, я почему жду в фильме, он все-таки должен показать. Правда, не правда, что он... Ты еще долго ждал. Да, нет, я думаю, что уже осталось мало. Я думаю, что через годик-через два мы увидим в 19-м году... То есть годик-два это мало? Нет, ну, имею в виду для такого фильма, он начался снимать с 2012-го года. Я когда... Я небольшой знаток Библии, но, естественно, как любой нормальный человек, я смотрел, читал. Знаете, мне все поразило. Я не в смысле даже оценки. Там напрочь отсутствует юмор. Вот почему? Это потому что это свод правил. Это какая-то... А то вы имеете в Библии? Да. Вот в самой Библии. Но это же не книжка, это же не книга, которую читать с юмором там все. Это незаписанная история. Нет, ну это же люди. Вы священнослужитель, вы сидите, крест, мы среди икон. Да, у вас и юмор, и все что угодно, и жизнь. Там то впечатление, что это какая-то застывшая такая вот колба, которую, не дай бог, не наклонить, не... Не, не, не. Она же равно книжка отредактированная, да? Ну, конечно, конечно, она же переживает века, века, в Библии. Это книга из книг, ну это правильно, как наша конституция. Ну это как правила какие-то, направления, да? Как направления, потому ее бесконечные, ну я то ей читал много раз, Библию, это очень сложно прочитать. Ну у меня время, всем у меня, почему, даже священник говорит, тебе, конечно, отец Федор, хорошо, ты уходишь на 200 дней, и там делать... И они думают, что только вот читают, это как типа на пляже, да? Да, делать нечего ты читаешь, это правильно. Делать там нечего, один в океане, да, все равно я читаю, да, я беру и читаю. Вот, и даже была Елена Маккартур, это английская яхтсменка, она выходит в плавание вокруг света и переписывает Библию. Вот, берете рукой свою, переписывает. Просто пишет, как... Просто пишет, да, ну списывает. Да, да, да. Списывает. Это, конечно, такое познание, я, конечно, не переписывал Библию. Слушайте, а скажите мне еще тогда, почему вот мы все время нам говорят, что к Богу можно подойти через страдание, почему нельзя к Богу пройти через счастье? Почему обязательно страдать нужно? Нет, нет, как говорят, что Господь Бог тебе накажет. Господь Бог никогда никого не наказывает, потому что это сам Бог, особенно наш Господь, наш Господь Иисус Христос, это такое любовь. Он только любовь. Есть любовь, есть зло. Ну, сатана забираете, так я точно скажу. И вот сатана, и вот сатана тот же и наказывает, понимаете? Заводите, бросаете, болезнь, это Господь Бог... Или говорит, почему Господь Бог заправ, там, маленький... Видите, как говорит, почему Господь Бог забрал маленького человека, который-то не совершил грехи? Сатана забираете, а мы, мы, видите, даже это слово боимся сказать, а на Бога... У нас же есть вот белое, есть черное, понимаете? Представьте, если было бы только одно добро, мы бы не видели и не было зла, мы бы не видели добра, правильно? Ну да. Мы бы не видели добра, если было бы только белое, а не было бы черного. Так, может, и хорошо, и не видели бы черного, видели бы только белое, 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 белое. Ну, мы бы тогда начали... Не ценили бы. Мы бы тогда, вот правильно, мы бы... Ну, даже вот представьте, чтобы человек много жил, сколько бы он натворил, и хорошего, и плохого. Ну, даже, как мы сейчас говорили, Пикассо создал картины, что не могут посчитать. Представляете, а он 92 года прожил. А если бы Пикассо жил, там, 100-90, сколько бы он был... Представляете, если бы Эйнштейн больше, там, в два раза хотя бы, сколько бы он открыт его? Он бы много открыл бы... Так это хорошо или плохо? И хорошо, и плохо. Да, это человеку дано, чтобы человек познавал. Я не могу сказать, что он зачарован в 21 веке. Почему? Почему? Ну, 21 век пришло, а также машины стоят в пробках, также баранка, четыре колеса. Только больше стало, и вся разница, да? Ну, и вся разница. А, говорит, ну, там, кондиционер, ну, там, радио сделали. Ну, это ничего не было. Мы-то думали, что в 21-м уже будут другие технологии, все. Ну, как ваш коллега Кусто же говорил, что мы будем жить где-то там, то ли в подводных, где он там говорил, в каком мире будем жить. Ну, тогда вот тот самый Пикар, который погрузился, ну, Гисту Пикар, его сын Джон Пикар, когда погрузился, они же в Марианске упали, потом же они, они же хотели уже строить города, эти те же гостиницы под водой. Ну, смотри, как только начали Луну исследовать, и сразу о чем мы начали говорить? Ну, человечество. Не мы, а все, человек. На Луне военные базы строить, на Луну... Все, человек, участки продают? Да, нет, 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 ну, на Луну вы вывозите зараженные, ну, от атомных электросанций, ну... Отходы. Да, что Луна — это мусорка, куда мы туда, и Господь Бог раз, видите, людям так, и немножко сдвинул мозги, можно сказать, для ученых, и все, и мы остановились. Видите, мы заняты своими делами, потому что мы не созрели, наша цивилизация, земная, я говорю, не о конкретной стороне, не созрели, чтобы быть на Луне, на Марсе, что-то, ну, благое делать. Мы вообще созреем когда-нибудь, это, в принципе? Ну, вот здесь, здесь, и как раз от нас все зависит. А вы вообще считаете, что человечество по мере своего развития становится лучше или хуже? Ну, вот вообще, вот вообще. Ну, где-то лучше, вот сейчас, ну, намного же... Нет, а я имею в виду, вот, чисто, вот, знаете, таким вопросом нравственным, вопросом морали, так-так-так-так-так, вот мы совершенствуемся, мы прогрессируем и регрессируем. Морально или нравственно, я же не могу хвалить наших, так сказать, прапрадедушек или там бабушек, а почему войны были, а почему революция была, правильно? Значит, вот мой папа, он прожил 60, это вот 98 лет мой папа прожил, когда уже стало ему за 90, вот, ну, сейчас уже в начале 2000, я приезжал к нему, он сидит на берегу моря, стучит так пальчиками и смотрит, ну, так уже стал мудрым, стал этого, он долго не болел, память у него была очень... И он говорил, он говорит, сынок, попрости нас, мы вам оставили плохое, вот то, что мы делали, я вот сейчас смотрю, войны развязывали, мы виноваты, даже, ну, в каком случае, в великую отчетству, он говорит, великая отчетство войны, да, Гитлер развязался, но мы же, говорит, знали, что он пойдет на нас, мы знали, а мы не готовились, мы, говорит, это знали, мы выиграли войну, но мы, говорит, и погубили, сколько, помните, погубили, папа так уже начал... Просто так же и про революцию, и наши дедушки, они строили храмы, и тут же они их разрушали. Есть фильмы, я смотрел, перед революцией строить храм, и те же рабочие, кровельщики, которые купола делают, и они на этих куполах работают, ну, сохранить чисто такое. А потом, после революции, эти же люди, которые купола, они же православные, и они срывали купола, сбрасывали на них. Понимаете, видите, говорится, нельзя говорить, что наши пра-пра были там умные, были такие, а почему войны шли. Сейчас, да, где-то мы лучше, а не будет ли нам стыдно, стыдно, вот мне ли еще будет стыдно, что приношу, сейчас на Украине идет война, между собой. Одна вероисповедания, пускай православие, на Украине, вот пускай, в Донецке и в Киеве, это уж одна. И один патриарх, пока еще, дай бог, чтобы больше, святейший патриарх Кирилл, пока еще он. А сейчас убивают, ко мне вот приезжают священники с Украины, говорят, мы отпеваем те, которые погибли на стороне. Ну, Донецке и отпеваем, которые, это уже одна. Видите, человек не может, Господь этого не предусматривал. А вот такая достаточно для меня спорная фраза. Тем более у нас Россия, я всегда говорю, и сейчас вот детям, ну, где я выступаю, где я встречаюсь, смотрите, Россия у нас много конфессионной страны. Она не может быть одной, пускай там православной, там, или другой веры исполненной. У нас же живут все, и мы должны дружить. Кто за это отвечает? Кто вот это? Мы. Ну, а кто мы? Ну, как вот мы? Ну, вот каждый за себя. Я бы хотел, чтобы все-таки мы продлевали мир. В таком случае, государство уничтожает личность? Я вот приезжал, я был первый раз в Сомали, вообще сейчас мы заговорили, в 1993 году. И Сомали, это очень красивая страна. Там такая, знаете, пустыня, когда цветет. Вот пустыня, что никогда выгорает, а когда цветет, там, она ковром стелется. Помидоры, вот такие пахнут, как вот я приезжал на Украину, на Украину берешь, и помидоры пахнут. Помните, ну, не с парника, и у них в Сомали. Берешь, и помидоры пахнут. Ага, пустыня красивая, люди красивые, верблюды там, я же люблю верблюдах. Обнимешь верблюдах, или есть, от него пахнет вечности. Но политическая система, экономическая система, военная система и религиозность извратила этот людей, что они стали пиратами, бандитами. Я вас спросил, вы не ответили. Государство порабощает человека, как личность? Она меняет изначально? Я вам сейчас не сказал, что такое государство. Что такое государство? Государство, это и есть мы. А вот я как раз и сказал, вот эта вся система... Но Господь сто процентов не задумывал планету, как деление государств. Конечно, да. Как сказано в Святом Писании, как воздух, земля и вода принадлежать каждому. Там не сказано. И Верест принадлежит каждому. Это вот так же вода, это мы поделили Черное море, там половину наше, Азовское море. Сейчас мы делим там Белое море или там Южный океан. Мы делим там экономические зоны, пограничные зоны. Оно принадлежит каждому, так же, как и пустыни, принадлежит каждому, как и степи, как... Но мы правильно человечество поделили. Вот было и было 20 лет первой российской экспедиции на Верест. В 1992 году я был первый раз на Вересте, и первый... Мы ставили флаг, тогда мы от Тольятти, ставили флаг российский. Это 1992 год. А и 30 лет было первой советской. В 1982 году первые советские альпинисты взошли на Верест. И в 2012 мы... И совпадает так, что 20 лет... 20 лет, когда разделились... Была же Чеченско-Ингусская республика, потом они разделились, стали Ингушетия и Чечья. И с Ингушетией были мои друзья и наши друзья альпинисты. Они в честь 20-летия своей республики делают... Но мы же в одной стране, в России живем. И поехали. Поехали. И вот такое интересное было. Приехали 6 ингушей, они мусульмане. Ну, это все наши друзья. 7 человек мы православные, христиане. Нас обслуживают и помогают нам буддисты. Буддисты. И вот мы сидим на 5000-х, базовый лагерь, большая палатка такая МЧСовская, да. Все вместе. Без шерпов, без портера, который подносит, шерпа, который выше поднимает, да. Без них мы не обойдемся. И наша экспедиция, мы все друзья. Крест состоял, иконка там, прежде чем идти в горы. Ну, я молитву читаю, и мы все... Эти, Аллахамбар, они свою молитву читать. Идем вместе. И сидим за столом. И говорим, вот я послушаю, я говорю, вот что такое, ну, там, далеко от Эвереста, люди ссорятся, люди как раз, ну, воины развязываются. А мы сидим за столом. И встаете, руководители ингушетской команды, он мусульман, и стоите и говорите, у нас пророк был, Мухаммед, пророк Мухаммед, очень скромный. Он ходил. Тридцать заплаток на халате. А мы здесь. А у нас стол ломится от ясного базового лагеря. У нас всех одежда альпидистская, семь тысяч долларов, ботинки за тысячу долларов, кабинет за тысячу долларов, ледорог за полтысячи. Я встаю с этого стола, и говорю, а вот наш Господь Бог, Иисус Христос, был такой скромный. Ходил в одном робище, которое мама ему... И босиком. То есть вы соревновали руководство скромнее? Нет, нет, нет. А этот руководитель, ну, все говорим по-английски, друг с другом, соответственно. Встаете, руководитель Шерпова, он образованный, все они, встаете и говорите, а наш Будда, такой был скромный, что сидел, обрастал, обрастал деревьями. Как анекдот, чем-то в автодокончик. Да, да, обрастал, а мы здесь развели такое, что вот что, у нас здесь ориентир, к которому мы должны стремиться, а мы... Я понял, подождите секунду. Вот, слушайте, я понял, я сначала думал, что это путешествие, уход в одиночество, понял, что нет. Конечно нет. Ну, как бы, смотреть за красотой, ну, интересы и красивости, это само собой, как бы, я сейчас, мне пришло в голову, может быть, у вас это, вы, путешественники, ваша команда, вы создаете маленькую модель человеческую, человеческих отношений, где-то, где-то, да, которые вы держите в себя в голове. Вот такими должны быть человеческие отношения. Нет, вот отношения... Только человечество в человечестве. Конечно, еще. Такая маленькая модель идеального... Да. ...идеальных отношений, идеального взаимоподдержки, потому что на руках погибают друзья. Конечно. Несете ответственность, за себя, за остальных. Но вы там себя прекрасно чувствуете. Конечно, прекрасно. А когда спускаемся, спускаемся и прилетаем, я прилетаю, включаю телевизоры и тут вижу в мире войны, и войны и политические, религиозные войны, в мире я имею в виду. И на телевидении те же одни передачи, которые, я думаю, что уже мир поменялся. Это было такое, да. Я ухожу, у меня было плавание, самое большое, пятьсот восемь дней. Я пятьсот восемь дней не был в нашей стране, я отвык уже разговаривать по-русски, все время я на Тайване строил яхту, на Тайване выходил, это было... А язык вы где вы учили? Или само собой? Сам собой? Ну, я же с многим общаюсь, я все время же... Да. Ну, как сказать, что такое знать язык? Сам Пушкин говорит, что я говорю по-русски, а все говорят, ты знаешь русский язык или там английский? Общаться. Это так, как моя даже вот и жена, она говорит по-английски, а прилетели в Австралию первый раз, она не может понять их, потому что она учила английский такой, а в Австралии там говорят фермеры, прилетели на фермеры, они там по-своему, там у них суржик такой, ну, фермеры там, эти, какие-то греки, а говорят по их, ну, там все смешано, это не значит, что ты будешь понять, так же, как и у нас, что такое русский. Даже в Вологду поедете, это одно, правильно? А в другую, а сейчас вот, как я думаю, общаться с... Сегодня какой-то день Сергея Радонска, я думаю, если бы мы так случилось, что мы начали говорить с Сергеем Радонска или с Дмитрием Донским, то люди того века, мы бы и вообще не понимали бы их друг в друга. Слушайте, а вот вы в этих своих длинных путешествиях испытывали состояние такого, знаете, покоя вот какого-то, вот то, что вы говорили, когда вы почувствовали, как земной шар, ну, конечно, а вот океан, я просто, вода на меня, и океан, и все такое. Вот это что такое, вот за штиль, ночь и океан, ты должен слиться с этим, понимаешь, не сопоставлять тебя, а вот стать песчинкой в этом, и в том числе личностью в океане. А страшно? Страх есть? Ну, у человека должно быть страх, Олег, у человека должно быть страх. Человек – это чувство. Человек, если не имеет страха, он не будет человеком. Человек должен чувствовать страх, боль, любовь, понимаете, как говорится, страдания, как говорится, юмор, тогда он, представляете, у человека взять и отнять боль, или отнять страдания, или отнять любовь, или отнять, ну, шутки там, ну, говорится, юмор, и это уже человек будет совсем другой. Я, наоборот, стараюсь сохранить, и когда, конечно, я боюсь, конечно, есть страх. А когда вы готовитесь, вы закладываете этот, как вы сказали в начале, не дай бог что-то произойдет. Я стараюсь преодолеть, понимаешь, страх так же преодолевается, как и боль преодолевается. А есть у вас вот какие-то вот на земле, поскольку вы ее, знаете, я не знаю, кто еще, вот самое хорошее, самое красивое и самое ужасное место на земле? Вот я же вам говорил, где политическая система, экономическая система, военная система, религиозная система, вот это землю превратили, вот сейчас, ну, пускай, вот даже, я хочу поехать, пускай, Пакистан, Пакистан, стать и написать К2 гору. А К2, ну, и Чагорь еще и называют, 8 611 метров, да, стать и написать. Но в Пакистане сейчас очень обстановка, ну, опасная, там вот, 3 года назад моих друзей, прямо в гостинице альпинистов, 4 человека расстреляли, они поехали там делать восхождение и зашли и расстреляли, знаете, вот, да, просто расстреляли и все. А у меня есть задумка такая, и в экспедиции я тебя приглашаю. Да, да, я уже, да, я все понял. Я хочу выйти, ну, с экспедиции, с людьми, ну, выйти с Калмы, Калмыкия, ну, с нашей, пройти Калмыкия, Казахстан, так представляешь, зайти в Монголию, а с Монголии в Тибет и прийтили в Хасу, в Хасу, центр буддистской, чтобы Калмыкия, буддисты помолились там, потом развернуться, раз у нас есть эти казахи, мусульмане, мои друзья, и пойти и в Мекку, центр мусульманской культуры, центр мусульманской религии, а потом развернуться и пойти в Иерусалим, центр христианской культуры, центр, как раз, и наш, и там, помолились у гроба Господня, и потом снова через Кавказ, и зайти снова в Калмыкия. Это сколько по времени? По времени мы рассчитываем этого неуспеха, и мы хотим, чтобы люди менялись, если не все могут. Но видите, очень сложно, я разговаривал с посольством Афганистана, с Пакистаном, они говорят, Федор, мы вам дадим разрешение идти через Пакистан, но мы там не можем проконтролировать, ну, представляете, идти через Пакистан, Афганистан, это очень опасно. И вот я сам думаю, Слушай, А намного это опаснее, чем идти в открытый океан, а так шторм, а и шторм, неожиданно, когда она грянет. Шторм все-таки, говорится, все это прогнозирует, прогнозирует, да. А сейчас, вот видите, я еду на верблюдах через Даниканскую пустыню, когда мы зашли, это было сложно, там вдоль Сомали идти, а там даже, говорится, там живут племена этих, ну, еще там же много племен, там шесть наречий, но у нас было только два, у меня было два переводчика, один мусульманин был переводчик, один переводчик христианин, и, а там племя, как вот Иса, племя Иса, они очень такие, агрессивные, любого они увидят и стреляют, ну, если не их, а мне говорят, что тебе надо, чтобы на седле, мы же, я еду на верблюдах, на верблюдах, так же седло, ну, и, чтобы висел автомат, ну, автоматы Калашникова, они отличаются там, советские, вы так любите? Нет, у них же там всех автоматы, только у них автоматы Калашникова, если советские, то деревянная проклада, это советские, а если пластмассовые, это китайские, да, китайские, там же каждый, имея свой автомат, да, ребенку на день рождения тратят, да, ну, автомат там стоит восемь, восемь долларов американских, да, советские двенадцать, китайские восемь, они там разбираются, да, я говорю, я священник не могу, чтобы у меня оружие висело, она говорит, а это очень опасно, переводчик говорит, Федор, нельзя, помышь, увидишь, что ты без оружия, могут на тебя, у тебя должно быть оружие, ну, я, соответственно, разрядил его, висеть мя, они же идут с этими автоматами, вот так кидают, а я только иду на предохранителей, ну, я же служил в армии, я ставлю на предохранителей, чтобы они друг друга не постреляли, понимаешь, я сам думаю, какие красивые страны, какие красивые, какая красивая, какая самая красивая страна, какая красивая страна, и вы сейчас скажете, опять нету, самые красивые, все красивые, да, я бы сказал, как нету, да, ну, можно, когда обычно мне спрашивают, я, конечно, говорю, все же есть что-то, к чему сердце больше прикипает, не, больше всего прикипает к нашей России, да, почему, я больше всего люблю Россию, Москву, и особенно я люблю, у меня там есть четыре сотки, и дом Сергий Посад, Там, где Сергий Радонский ходил своими ножками, конечно, больше всего, так, если сказать, со всего мира городов, я люблю наш Сергий Посад. Почему я люблю? Я настраиваюсь, что вот по этой земле ходил преподобный Сергий Радонский. И по моему огороду он ходил, потому что там близко, конечно, он ходил. По моему двору он ходил. И мне это греет, и мне это тепло. Когда я приезжаю, да, какие-то свои там незаурядицы, а как я могу сказать о Сергеевом Посаде что-то? Там Сергий Радонский ходил ножками своими сердцами. А у вас чудеса? Случались какие-нибудь во время путешествий? Самое по себе чудо, что вам Господь дает это все преодолевать, и мы с вами сидим и разговариваем. Самое чудо, когда солнце всходите, там, луна выходит, дождь идет, это есть чудо. Да, и наша жизнь, это есть чудо. И так же вода, это есть чудо. Не, а я имею в виду прямо то, что называют чудесами, чтобы что-то друг Бенсе помогло. Мне сложно говорить об этом. Какой-то шторм победили невозможный. Ну, несколько такого было, да. То есть это уже как нормы, да? Нет, нет, не норма. Не норма. Каждый раз все новое. Сейчас я вот отправляюсь с Новозеландии к Миссугород, будет такая опасная экспедиция вдоль Антаркиды, там, айсберги, шторма. Конечно, вся надежда на Господа Бога, на Николая Чудотворца. Я всегда говорю, дедушка Николая, тяни. Если есть у меня грехово, их много, то я не хочу еще. Нет, конечно. Но мне как вот священнику сложно об этом говорить, потому что очень тяжело разделить, где чудо, где природные явления. Понимаете? Мы же сейчас не все знаем. Мы даже сейчас, ученые, даже не могут ответить, что такое шаровая молния. Там примерно. Что-то, говорится, не все могут ответить. Да и до конца еще и то же серное сияние не изучено до конца. И много что-нибудь. Когда я вижу, как говорится, чудеса, я думаю, а может быть, 200 лет назад, ну, чуть больше, 200 лет назад, не знали, что такое вообще гроза и молния. Сейчас мы знаем, и все к этому хорошо относимся. И все, человек еще не познал, не познал. То самое, как тоже Николай Константинович Рерик говорил, когда все говорят, что там летающие тарелки, ну, прилетают с космоса, а он говорил, что он видел их, что он говорит, что они, наоборот, вылетают с Земли с нашей. Так что это очень сложно. Мне говорите о чем? Я даже скажу, я видел такие, пускай неопознанные предметы. Да ладно? Да, я видел, и когда я начал рассказывать. Где, 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 где? Ну, я много, ну, не много, но был. Не-не-не, первое слово дороже второго. Не, из команды, видел, и в одиночку видел, да. Ну, расскажи, ты один из. А у меня один человек, ну, мой друг, ну, потом, говорит, Федор, ты так много путешествуешь, что, конечно, у тебя уже головка поехала. Я понял, что надо меньше об этом рассказывать. Ну, хоть одно, хоть одно расскажешь. Или когда я там священникам рассказываю, что я видел то или, ну, какой-нибудь, ну, неопознанно такой примерно чудесный, они сразу говорят, а где-то уверен, что это от Бога, а не от сатаны. И раз, а я не могу уверенно сказать, откуда это, ну, я просто видел, вот туда же, я иду на яхте, на яхте, да, и захожу, это там, где, ну, уже в южный полушарий, после экватора, ну, там, между Бразилией и Африкой, да. Вас вспоминают, между Бразилией и Африкой, как между, там, Павелецким вокзалом и Курским, да? Не, ну, примерно, да. Ну, расстояние большие, конечно, большие. Типа, раз свечение, вот, с-под воды свечение, ну, вот, фонарик берешь, пускай, воду опустишь, и такой луч будет стоять. Стоит луч. Понятно, что там на тысяче, на тысяче нету ни островов, миль, нету ни земли. Кстати, я яхту направляю, иду на этот луч, что ж там светится. Остров интересный или страшный зон? Ну, и сначала интересно, интересно, что ж там светится. Подхожу, луч, бах, именно, не пропадает, а как будто воду и засосалось, и пропал. Смотрю, шел я налево к нему, смотрю, справа он появился. А, так он общается. Да, да. Я включаю двигатель, потому что паруса поменять я так уже не пойду. Включаю, иду к нему, да. Он, бах, впереди. А также, я иду к нему, раз, он там сзади у меня. Я понял, что он как будто играет в меня с прятки. Ну, что здесь? Ну, я лег на свой курс и пошел. Понятно, что, что это такое? От природы или от Бога, или от других сил. Он же вступает в контакт? Ну, так, все, всякое же может быть, понимаешь? Ну, да. Все. Что здесь? Да. Вы говорите, вы сказали, что вы к приборам побегали. Я ходил, я сфотографировал. А как сфотографировал? Сфотографировал, всем покатил. Говорит, так это компьютерно вы подделали. Понимаете? Очень сложно, очень сложно доказать, что я захожу, а где-то вы подделали. Это очень... Слушайте, я вам скажу, вы счастливый человек, потому что, смотрите, вы в этот мир, вы куда-то уходите в этот мир. Там у вас потрясающие какие-то впечатления, самоощущения. Тут можно только позавидовать. А скажите мне, ваши родные это приняли? То есть у вас же есть какая-то... Вы же муж, дед, отец, чей-то друг и так далее. Нет, 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 нет. Как они мирятся с вами? То есть вы рискуете? Нет, нет, нет. Во-вторых, вас долго нет. Нет, ну они же знали такого меня. Ой, я же таким всегда был. Я же таким всегда был. Я как сейчас скажу, вот мой старший сын собирает мили. Там младший, то есть внук, там, сколько я прошел стран. А мой младший сын Николай, сейчас мы были с ним на Белухе, он говорит, папка, ты вот поднялся на высочайшие вершины, ну, помните себя, а он хочет подняться на Марсе, и там гора Олимп, 21 километр 200 метров. Представляете, гора? Сколько выше Эвереста? Почти в три раза. Вот туда мы, да? Он говорит, я хочу взойти, на эту гору взойти или взлететь. Сейчас же мы планируем, что будете, ну, Россия, Америка, все, что сначала хотели 2030 год лететь на Марсе, на Луну, а сейчас перешли на 2028 год. Меня очень радует, в 2023 уже наши беспилотники полетят на Луну, раньше, российские. Меня это радует со сыном. А жена, почему, говорю, мы прожили, ну, это давно было, ну, 30 лет прожили. Ну, я как-то был дома. И она, где-то, сказала, что видела, что она вас лет 15 лет. Не-не, да, я говорю, Ирочка, давай мы отметим свои 30-летия, ну, совместной жизни. Она говорит, а почему ты, говоришь, хочешь отмечать? Я говорю, ну, мы 30 лет вместе, расписались, в паспорте написано, там, 30 лет назад. Она говорит, а я считаю по-другому. Я в паспорт не смотрю, а я считаю. Она дневничок ведет свой, ну, такой, сколько я дома? Говорит, мы только прожили вот 10 лет. Тут уже можно ответить, 10. Ну, а 10, ну, еще не совпало, говорит, вот тогда мы будем отмечать такого-то числа, десятилетия, в таком-то году, ну, не числа, а в таком-то году, десятилетия. Видите, смотря, кто как подходит. Ну, то есть они вас понимают абсолютно, да? Конечно, они, конечно, понимают. Отпускают, переживают, ждут. И сейчас они полетят меня провожать, вот, провожать, конечно, будут переживать, конечно, будет молиться за меня, когда я буду в Утиане, или там лечу, или плыву. А меня, знаете, что еще потрясает? Вот я же готовился, тут мне ребята помогали, а я ни разу не заглянул. Потому что мы прекрасно поговорили. Я все о себе, а о тебе, да. Нет, 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 о чем обо мне? Время про вас. Нет, ну, скажите тогда самое... Может, мне для фильма хотя бы сто, я уважаю Олега, как... А что мы ждем от театра, вот от... Искусство, надо искусство. То, о чем мы говорили вначале. Мы предлагаем, значит, искусство, это оно должно воспитывать, ну, познавать больше, там, красоту или, там, ну, познавать. Но художник не должен бежать за людьми и подстраиваться под них. Тогда и это остановится. Надо, чтобы, когда человек пришел в театр, он вышел и получил вдохновение. Но не выйти как, ну, наоборот, опуститься и быть оплеванным, что... Должен своим искусством подымать человека, понимаешь, подымать человека, чтобы он вдохновился. Вот это я вижу в искусстве. Она должна заряжать людей. Тогда с Высоцким встретился, и он песни написал, это все, каждое слово это обо мне. И тогда, конечно, ты, они тебе подымают, знаешь, бывает шторм попадут, иду к мысу горы, шторм такой, ну, все напряжено. Я включаю, ну, микрофон на всю громкость, там, корабли поставить, или четыре года рискал море наш, кажется, выбегая за штурвалом. И говорю, Володя, давай, тяни. А я вас тоже, орете же, да? Да, ну, ясно, он, он поет, я говорю, Володя, тяни, тяни, потому что мне надо устоять, потому что там яхта кренится, а он, там, потому что он так, ну, почему Высоцкого встретился, он чувствовал, вот это искусство. У меня сейчас сложный период, потому что я репетирую Макбета по Шекспиру. Это очень сложная пьеса, очень сложный выпуск, спектакль и так далее. И я сейчас, как вот тот человек, я пришел, мне было, я после репетиции к Вам, я думаю, как это строить, как эта беседа пройдет. Сейчас я выхожу после, вот сейчас, когда мы уже к финалу подходим, вот у меня ощущение, какое должно быть у человека, видимо, после хорошего спектакля. У меня хорошее настроение, я не подсматривал в бумажке. Я сидел с Вами, разговариваю и получал удовольствие огромное. Вот Вы правильно говорю. Спасибо, Театр Грибинс, спасибо, что Вы приехали. Спасибо, спасибо большое. Неприятно. Спасибо. Ой, спасибо, спасибо большое. Вот даже, вот видите, релик, там на чердаке, там я сплю. О, еще один. Да, там у меня, там я через улицу покажу, там эта маленькая кельчка, где я сплю. А здесь вот, это сейчас, ночью я здесь молюсь, а это часовня Николая Конюхова, у меня дядя уже прическан к лику святым. У меня на день рождения дарят у колей якоря или скворечники. Как ты же их найди-то. Да, да, это наша библиотека, моя библиотека здесь. Это храмы для путешественников. Мы здесь и провожаем, встречаем. Там я служу, а здесь все маленькие. А это мне привезли в Сирию, разбомбили храм, и женщина, которая возила туристов, она привезла мощевих и дала как раз Пантимонову Целевичу, Николаю Чиротворцу, вот это Иоанна Крестителя и Георгия Победоносца. Она дала эти частички, ну, соответственно, я здесь по ночам молюсь, а сейчас сделаю себе там и там молюсь. А это вот из переборки с этого, с крестера Варяг, на Варяге погибли. Вот там, это моя маленькая кельчка, там я ночую, ночую. Это вот тогда лестница шла. Да, да, но я в лодке там ночевала, а жена приезжает, она говорит, ты спишь, как в гробу. А сон, она говорит, когда руки так положишь, и борода торчит, ну, как будто. И я там сделаю, повыше, повыше сделаю. Она говорит, так что. Ну, ладненько, оставляю вас. Давай. Спасибо. Еще вы там, или потом ребят заберут, да? Спасибо. Спасибо, до встречи. И на ваши спектакли, хорошо? Да, будем ждать, все. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.